Вот сюда у тебя на 30 метрах лежит кайф, вот он, вот он лежит, окошками на тебя, окошками, я не видел там окошек, вот это те, которые бантики, это окошки, в них воздухозаборники, окошки. А дальше он вот так вниз еще чуть-чуть лежит, тут у него вот так еще есть, еще одни веревочки к нему приятные, их 4 штучки, у тебя ручки, 4 штучки, 1, 2, 3, 4, ну там всякие кукольные стропы, на книгу рисовать, вот, красиво, ехать тем лучше не сюда или сюда, если развернешься, вот, у него есть вот ветер, вот дует ветер, вот такой дует, вот, раз, да, О, такая большая стрелка, улыбайся, вот такой, улыбайся, ветер дует, да. Есть понятие, как ветровое окно, вот оно вот где-то вот так, вот оно распространяется где-то градус на 90, вот это вот, примерно 90 градусов в угол такой. То есть ты его можешь сюда заводить и сюда заводить, и здесь он устойчиво летает, скажем так, у него вот это устойчивое такое положение. Ветер может заходить, вот сегодня он брал и менялся иногда, вот так заходил, вот так там заходил. Соответственно, надо как-то телом забегать туда-сюда, да, и вот это там, не знаю, спиной там или чем чувствовать. Вот так, опа. Вот. То есть как-то это надо учитывать. То же самое, если мы стоим на земле, на земле стоим, вот это мы стоим над нами, а вот Кайк лежит тоже, он лежит вот так на земле, вот так вот он лежит, таким. О, смотри, как я его правильно рисовала тоже. Вот верхний. То же самое здесь, у него здесь он лежит на земле, можно его загнать вот сюда, вот сюда можно его загнать, серетически. Тут он падает. Ну, если ничего не делать, то падает. Годи, что делать в этом положении? Чуть-чуть нижний вот так зажимать. Тогда он свалился начинает. Он начинает падать, даже задом. Ну, не надо уж сразу так вот опа, чтобы это плавненько. Плавненько, буквально, это вот пальчиками работа, пальчиками, вот так. Чуть-чуть его давишь, он начинает лететь сюда. То же самое. А тяга у него, тяга максимальная, вот где-то градусов под 45. Вот, если вы тут 45 градусов от земли, вот так. То это у него примерно максимальный вектор тяги. То есть тут он лежит, тут он как бы взлетает. Здесь у него тяга пропадает, здесь практически ноль. Здесь он никуда тебя не тянет, он просто вверху может висеть, полталки. Нет, а если он не хочет лететь, что поддернуть его, в смысле, там, что он пересекает? Нет, чуть-чуть нагрузи, и он пойдет опуститься вот сюда, даже задом. То есть даже задом. Не хочешь вниз, дерни вправо-влево. Он пойдет вправо-влево качаться, вот так чуть-чуть. То есть уведи его отсюда, из этого положения. Это нулевое положение, так же, как тут он на земле. А вот здесь вот, когда он летит, вот управлять им, когда он где-то вот в таком положении у тебя летает. То есть стараться. Ну и вот это, если все бросить, если одеть вот эти ручки на крючок, вот в которой ручка у тебя, да, там есть, вот между ними такая перемычка, то эта перемычка одевается на крючок. Теоретически, если его уравновесить и все бросить, он сам должен вот тут торчать. Но так как ветер возмущается туда-сюда, он уже его колышет, поэтому приходится чуть-чуть подруливать. То есть чуть-чуть, буквально вот такие маленькие движения, и все, туда-сюда, туда-сюда, вот чуть-чуть. Чуть-чуть, я не понимаю. Ты хочешь сказать, что он будет в этом положении стоять, а мне кажется, что он в этом положении только вот когда вот так вот... Он в этом положении будет тебя тянуть. Тянуть он, стоять в этом положении не будет. Я ни разу не получу, чтобы он стоял в этом положении. Он тянуть тебя будет. Тянуть. То есть максимально тащить с максимальной скоростью он тебя будет, находясь вот в этом положении, относительно тебя и горизонта при этом он же еще не просто вот так ровно да вот он туда-сюда колышется конечно это ветер это же все как это ну как атмосфера она вся туда-сюда дышит я говорю как ветер ветер заходит туда-сюда а тут ветер слабее сильнее становится то есть ветер сильнее он там может сдуться или может наоборот подняться повыше смотря что ты делаешь ручками тоже вот этим туда-сюда дергаешь вперед нагружаешь вот эти нагружаешь вот эти тянешь как бы сюда эти отпускаешь когда вот так он летит вверх а если делать наоборот тянуть задние соответственно и сядет вниз тянуть его не обязательно до конца до земли до конца будешь тянуть ну просто нагрузка не убирать просто ровно сядет а если чуть его подернешь и где-то вот тут под отпустишь опять и опять туда пойдет все такое чувство как любовь где так на ночью все так обещают уже он чуть поднялся на земля дальше чтобы ушел вверх он вниз опускается потому что ты еще пока не контролирует свои движения лапками чтобы он ушел чисто вверх надо просто верхние и мы буквально на пальцы undetica все они же не отпустить просто можно указательные пальцы тебе почему я сказал upward указательные пальцы вот такой сделай вот и указательными пальцем ты можешь вот так вот по дёрнуть за эти веревочки просто я когда п approximate его и я бросаю все бросают и как будто на передних играков он존 летит потому руками сделанами потом раз подхватывает тысячи этим на задними подрулить кулачками Сжимаешь и получается мизинцем. Но там движения минимальные. А когда начинаешь дергаться с ним, начинается амплитуда большая. А он начинает сам дергаться с ним. Достаточно носу, отличается от того. Да, да. Не работает. Все, что надо рассказать. Когда буду у компьютера, я думаю... На себя чуть-чуть тянешь, он идет вот сюда, вот в эту сторону. Он занимает примерно вот такое положение. Относительно себя, относительно чего-то, этого, этого, горизонта. Мы как стоим на лыжах? Вот это наши лыжи. Вот так мы стартуем. Потом мы так раз подруливаем. Вот так вот сюда вот. Вот так вот сюда поехали. Поехали, начинаем двигаться. И вообще стараемся упираться на внешнюю лыжу. И это подруливается слегка. Упираться стараемся вот на эту. Вот она как бы рулит. Левая, наружная, ближе к этой. Вот нога. И стараемся как бы вот так вот дугу вот такую вот описать. Вот сюда. Выходить на ветер. То есть ветер вот так дует, да? Выходить как бы под углом к ветру. Вот так раз и вышли, да? Ну тут можем вот так там дальше ехать. То есть стараться ехать все так на ветер. Например, сюда приехали. Вот тут у нас забор. Приехали к забору. Поставили его вертикально как бы. Ну это все в процессе. То есть все относительно как бы. Раз, через верхнюю точку повели. И потянули левую палочку. Левую потянули. Лыжики одновременно с этим. Раз, переставили. Вот уже раз. Вот так вот поехало. Там если скорость есть, то получается как бы проехала. Да, да. Ну как бы получится вот такая петелька. Вот такая. То есть сюда проезжаешь, чуть-чуть сносишься буквально метра два по ветру. Чтобы развернуть его, чтобы нагрузку убрать. И опять начинаешь упираться. Уже вот на эту ногу. То есть и едешь, 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 и стараешься его тащить тоже. Вот сюда вот на ветер. Вытаскивать. Как бы это называется уже такое у тебя движение получится. Вот такое вот как бы. Вот такое вот. Вот такое вот такое. Это как галсы уже пойдут. То есть движение против ветра у тебя пойдет. И туда. Так ехать надо против ветра? Ну куда тебе надо, туда и надо ехать. Ага. Ну это на ветер, это по ветру, а вот туда тоже можно ехать? А с боками легче всего ехать. Причем? Ну так получается. Видишь? Ну ты не можешь ехать в бок под 90, ты будешь ехать как-то под 45 будешь ехать. Это если ты будешь на ветер вырезаться. А если у тебя нет такой цели вырезаться на ветер, то ты будешь ехать все под 90. Рулишь лыжами. Лыжи это у тебя руль. Это шверт, который касается земли, который упирается в воду. Ну ты ими рулишь. А кайт это просто как средство добывания тяги из ветра. Как парус. Кайт это парус, а лыжи это сверт. Вот. Если так понятно. Хотя все оно не очень понятно. Все понятно абсолютно. Вот так вот ехать, ну не то что сложнее всего, но получается медленнее всего. Просто поставить лыжи и ехать вот так. Просто он тебя тянет и едешь в скорости ветра. Самое быстрое вообще вот это, говорят, направление. Вот это как бы так, ну вот это так тоже средненько. А тут какие-то вектора ветра складываются, да? Получается какая-то скорость кого-то, скорость кого-то, чего-то добавляется. Короче, она самая большая. Самая быстрая. Есть книжка такая, там всякие слова есть всякие интересные. Фортевинд. Как еще слова есть? Я не понял. Вот что бэк? Бэдвинд может быть. Но там немецкие слова. Винт это ветер. Винт это ветер. Винт это ветер. А вся терминология, это вся эта терминология. Это вся эта морская. Как ты едешь? Боком, задом, передом. Вот на ветер. Ну, короче, там вот так вот нарисована такая штучка роза ветров, да, наверное, вот так. И относительно того, куда ты и сюда, куда, там, туда или сюда. Вот эти направления не названы как-то. Ну, там правым глазом и левым глазом. Тут тоже самое направлено.